Ландкрёйзер P1000 Рапте – супертанк, который весил в 13 раз больше Тигр-2. Его разрабатывали в Германии в 1942 году. Ландкрёйзер P1000 Рапте – монстр под кодовым названием «Сухопутный крейсер Крыса», на который Гитлер возлагал особые надежды. Этот массивный танк должен был весить более 1000 тонн. Для сравнения, самый большой танк в Германии «Тигр-2» весил 75 тонн. Численность экипажа – до 36 человек. Основное оружие – СКЦ-28, 283-мм корабельное артиллерийское орудие, которым оснащались тяжелые крейсеры. Только вместо трех пушек планировалось оставить две. Так можно было бы увеличить боезапас. Проект был одобрен Гитлером в 1942 году. Но отменен рейх с министром вооружения и военного производства Альбертом Шпеером. Шпеер вместе с генералами убедил фюрера отказаться от проекта. С одной стороны, такой монстр действительно мог в одиночку сокрушать небольшие города. Он был неуязвим для обычной артиллерии. Но он был медленным, а значит становился удобной мишенью для гаубичного огня и бомбардировщиков. Ведь сверху броня его была не столь толстая. С ним бы пришлось возить команду зениток. Да и виден такой монстр издалека. Замаскировать его перед атакой было бы невозможно. Ну и конечно ресурсы на его содержание нужны были гигантские. Любопытно, что в СССР разрабатывался проект похожего монстра ТГ-5 и тоже весом 1000 тонн. Проектировал его немецкий инженер Эдвард Гротте по заказу советского руководства. Тот самый Гротте, который спустя 11 лет спроектировал этот танк для Гитлера. По расчетам у танка должны быть два корабельных двигателя мощностью по 24 тысячи лошадок. И он мог бы развивать скорость до 60 км в час. Но проект благоразумно свернул, так как ресурсов он требовал непомерно.